Я верил в Америку. Ей я обязан всем. И я воспитал свою дочь американкой. Я воспитывал ее свободной, но прежде всего очень уважать свою семью. У нее появился приятель, не итальянец. Они ходили в кино, гуляли допоздна. Я не возражал. Два месяца назад они поехали покататься с еще одним парнем. Они напоили ее. И затем они попытались воспользоваться ею. Она сопротивлялась. Она хоронила честь. Тогда они избили ее, как животное. Когда я приехал в госпиталь, ее нос был сломан. Раздробленную челюсть скрепляла проволокой. Ей было так больно, она не могла даже плакать. Но плакал я. Почему? Она свет моей жизни. Красивая девочка. Она больше никогда не будет красивой. Простите. Я пошел в полицию, как добропорядочный американец. Этих щенков вызвали в суд. Судья приговорил их к трем годам. Условно. Условно. Они спокойно ушли из суда. Я стоял в суде, как дурак. И эти ублюдки смеялись надо мной. Тогда я сказал жене, за правосудием мы должны идти к Дону Корлеоне. Почему же ты не пришел ко мне сразу? Чего вы хотите? Скажите, что угодно в обмен на то, о чем я молю вас. Что же это? Я хочу их смерти. Я не могу это сделать. Я дам все, что захотите. Я знаю тебя много лет, но это первый раз, когда ты пришел ко мне за помощью. Я не могу припомнить, чтобы ты хоть раз пригласил меня к себе на чашечку кофе. А ведь моя жена окрестна твоего единственного ребенка. Давай смотреть на вещи прямо. Ты никогда не искал моей дружбы и боялся быть передо мной в долгу. Я не хотел неприятностей. Понимаю. Ты нашел рай в Америке. У тебя идут дела, у тебя семья, полиция тебя защищает и суды тоже. Поэтому тебе не нужен такой друг, как я. Но вот ты приходишь ко мне и говоришь, дон Королеона, я хочу справедливости. Но ты просишь без должного уважения. Ты не предлагаешь дружбы. Тебе и в голову не пришло назвать меня крестным. Ты приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня об убийстве. За деньги. Я прошу о справедливости. Это не справедливость. Твоя дочь ведь жива. Тогда заставьте их страдать, пока она страдает. Сколько вы хотите. Бонасера, Бонасера, что же я сделал такого, что ты так ко мне относишься? Если бы ты пришел ко мне как к другу, подонки, что надругались на твоей девочке, уже страдали бы. И если бы у такого честного человека, как ты, вдруг появились бы враги, они стали бы моими врагами. И тогда они боялись бы тебя. Будьте моим другом. Крестный отец. Хорошо. Когда-нибудь, а этого может и не случиться, я попрошу тебя об услуге. Но до тех пор пусть это будет подарком свадьбе моей дочери. Спасибо, крестный отец. Поручий, это Клеменция. Мне нужны надежные люди, люди, на которых можно положиться. Мы же не убийцы, несмотря на то, что он сказал.